Даня Махоган и Семенов Даня Махоган и Семенов Однако имеют разный посев Плей-офф пройдет по системе сингл-эллюминашн с форматом матчей до двух побед Старт первых игр намечен на 7 декабря в 18 часов по московскому времени Первым матчем станет противостояние Virtus.project.way с IG Vitality Основной этап мейджор-турнира проходит с 3 по 10 декабря в Boston Bank Theater И организован компанией PGL Общий призовой фон турнира составляет 3 миллиона долларов Команда Optic Gaming победила во втором сезоне Лиг В гранд-финале она обыграла датский коллектив Астралис и заработала 400 тысяч долларов Датчане получили 140 тысяч долларов Финальный матч закончился со счетом 2-1 Плей-офф проходил в формате сингл-эллюминашн с матчами до двух побед В четвертьфинале Optic Gaming обыграла Маус Спорт со счетом 2-0 А в полуфинале команда победила Фейсклан с тем же счетом Астралис оказалась сильнее NIP и SK Gaming Состав Virtus.pro G2A проиграл в четвертьфинале против Фейсклан Во втором сезоне и Лиг количество команд-участниц уменьшилось с 24 до 16 Астралис, Cloud9, Envys, Fnatic, Маус Спорт, Navi, G2A, NIP и Virtus.pro G2A получили приглашения по итогам первого сезона Остальные коллективы прошли через онлайн-квалификации в Европе и Америке Призовой фон турнира составил более 1 миллиона долларов Чемпионом прошлого сезона является коллектив Virtus.pro G2A В июле она обыграла в гранд-финале команду Fnatic со счетом 2-0 Завершился отборочный турнир американского региона на оффлайн-квалификацию к Day League Major 2017 Которая пройдет с 15 по 18 декабря 2016 года Сильнейшим оказались команды Immortals и Cloud9 В групповом этапе с первых мест вышли Cloud9 и Echo Fox Однако затем последних заменила команда Muffin Lightning Причиной этому стал дисбант коллектива Selfless Gaming и Splice оказались за бортом турнира после двух поражений В плей-офф стадии Immortals не проиграла ни одной карты Cloud9 обыграла Muffin Lightning и Team Solo Meet и также прошла в оффлайн-квалификацию Игры этапа плей-офф проходили на студии Turner в Атланте Заключительная оффлайн-квалификация к следующему мейджор-турниру состоится 15-18 декабря в Атланте С полным списком ее участников можно ознакомиться на сайте cybersport.ru 8 лучших команд пройдут на Day League Major, где точно выступят Gambit Esports, Astralis, Natus Wins Redgetway, SK Gaming, Fnatic, Virtus Pro Jetway, Team Liquid и Flipside Tactics Турнир запланирован на 22-29 января 2017 года Парламент Южной Кореи принял закон о поддержке игровой индустрии Согласно этому закону создание и распространение программ, запрещенных разработчиком и пользовательским соглашением игры Будет считаться прямым нарушением закона и повлечет за собой уголовную ответственность К уголовной ответственности могут быть привлечены сами создатели читов А также другие люди, причастные к созданию и распространению программного обеспечения, нарушающего пользовательское соглашение В качестве наказания нарушители получат до 5 лет лишения свободы или штраф в 43 тысячи долларов Принятый закон должен облегчить жизнь таким компаниям, как Riot Korea и Blizzard Korea В частности, особо остро проблема читов стоит в Overwatch, где Blizzard вынуждена регулярно банить огромное количество читеров Много читов разрабатывается именно в Корее, а значит количество программ для нечестной игры должно сократиться Ну а на этом у меня все, пока!